Определена дата единого дня голосования 13 сентября 2020 года. Кого в этот день будут выбирать жители Славянского района, нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Славянска Анатолий Чумаков. 13 сентября 2020 года состоятся выборы губернатора Краснодарского края, выборы депутатов Совета муниципального образования Славянский район и выборы глав поселений, это Коржевского сельского поселения и Очуйского сельского поселения. В этот день нам придется избрать, естественно, всем понятно, это губернатора Краснодарского края, также избрать 33 депутата муниципального образования Славянский район и выборы у нас проходят стабильно, всегда ровно. И хотелось бы, чтобы в этом году точно так же все депутаты провели активную агитационную работу, пригласили избирателей в день голосования на избирательные участки и, естественно, чтобы выборы прошли активно с высокой явкой в день голосования. Но если рассматривать вопросы по голосованию, можно отметить следующее, что в этом году у нас обязательно на муниципальных выборах проводится досрочное голосование. Досрочное голосование проводится обычно за 10 дней до дня голосования. Это для тех лиц, которые в день голосования 13 сентября не смогут прибыть на избирательный участок. В этом году введено новшество по выборам губернатора Краснодарского края. Ну, будут выборы проходить у нас два дня досрочное голосование будет, это 11-12, избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера, и 13-го это основной или единый день голосования. Поэтому каждому избирателю, кому неудобно будет прийти на избирательный участок 13-го сентября, они смогут прийти на избирательные участки именно по месту своей регистрации, именно на свой участок от 11-го, 12-го, с 8-ми часов до 20-ти часов. С 29-го числа в территориальной избирательной комиссии начинают работу пункт приема заявлений. Значит, каждый житель, который в день голосования не сможет находиться на своем избирательном участке, он может подать заявление непосредственно в пункт приема заявлений, и он будет отмечен именно, будет голосовать там, где ему удобно, то ли на территории нашего муниципального образования, то ли это будет за пределами муниципального образования, но подать могут заявление только те жители, которые зарегистрированы на территории Краснодарского края. Поэтому они могут подать заявление, проголосовать там, где они будут находиться в день голосования, именно вот с 11-го по 13-е число. Продолжение следует...